В кабинете британского премьер-министра Терезы Мэй и сегодня продолжали громко стучать двери. Вслед за отставкой министра по теме Брекзита очередное известие. Со своего поста ушел один из самых скандальных соратников по партии главы кабинета Борис Джонсон. Что называется, не сошлись по вопросам дележа имущества при разводе Британии и Евросоюза. Мэй стала выступать за очень мягкий вариант, а Джонсон с этим категорически не согласился. О том, как эта ситуация может сказаться на судьбе всего британского правительства, да еще накануне визита в Лондон американского президента, в репортаже Тимур Сирозива. Это нож, который вонзили в Терезу Мэй, так газеты пишут об отставке Бориса Джонсона. Удар нанесен в тот самый момент, когда премьер-министр была наиболее уязвима. Самый скандальный, непоследовательный, но в то же время очень популярный министр ушел в знак протеста против так называемого мягкого Брекзита, предложенного главой правительства. В своем прошении об отставке Борис Джонсон написал, что страна идет к тому, чтобы стать колонией, а мечта о Брекзит умирает. Еще утром казалось, что хуже быть уже не может. Накануне вечером в отставку подал министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис. Он ушел, громко хлопнув дверью, по сути, заявив, что Тереза Мэй не права. Это случилось после того, как в пятницу на заседании правительства были озвучены окончательные условия Брекзита. Тереза Мэй, по данным журналистов, настояла на создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. А это значит, что все останется как есть. И это противоречит результатам референдума. Я боюсь, Европейский Союз просто согласится с тем, что мы им уже предложили. А затем попросит еще больше и еще больше. Я же полагаю, что сейчас настало время быть более жесткими с ними. Кабинет министров в кризисе, писали утром газеты. Daily Mail предположила, что страну ждут новые досрочные выборы. После отставки Бориса Джонсона их вероятность, по данным экспертов, возросла. Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что уход министров дискредитирует политику правительства. Совершенно очевидно, что Тереза Мэй сдала все прежние позиции. Ее министры выпрыгивают за борт, а само правительство тонет. Очень наглядно ситуацию проиллюстрировала газета Sun. Премьер-министр сидит за столом одна. За полгода из правительства по разным причинам ушли семь ключевых министров. Под градом критики и сама Тереза Мэй. Даже ее однопартийцы обвиняют премьер-министра в нерешительности и неумении вести переговоры. Из-за подвешенной ситуации с Брекзитом Британию в спешном порядке покидают крупные компании и финансовые организации. Сегодня на седании парламента Терезе Мэй пришлось оправдываться и убеждать депутатов, что Брекзит все же состоится. Мне хотелось бы отметить работу бывшего министра по вопросам выхода из Евросоюза за те усилия, которые он приложил к тому, чтобы создать новое министерство. И провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений. А также отметить тот энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании по мере того, как мы выходим из Евросоюза. Отставка министров спутала Терезе Мэй все карты. В пятницу в Лондон впервые после прихода к власти должен прилететь президент США. Причем на последнем саммите G7 в Канаде Дональд Трамп отказался даже встречаться с Терезе Мэй. Поэтому властям Британии очень хотелось не ударить в грязь лицом перед своим старшим партнером. Однако теперь вместо того, чтобы готовиться к визиту Трампа, а также саммиту НАТО, который начнется в среду, Терезе Мэй в срочном порядке нужно спасать собственное правительство. Кризис власти активно обсуждают в интернете. Некоторые британцы сравнивают уход министров с бегством крыс корабля. Отставку Бориса Джонсона прокомментировали в МИД России. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «Не вынесла душа поэта», которая хочется завершить на слове «позора». Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Терезы Мэй? Пожалуйста, оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики. А что вы хотите? Столько врать миру про руку Кремля, агрессию против Великобритании на территории Великобритании, новичок, чемпионат мира 2018 и так далее становится уже опасно. Мнимую солидарность надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская поднанная. Политологи считают, что впереди новые отставки. Отставка Бориса Джонсона – это полная неожиданность для всех политических наблюдателей в Британии и, вероятно, полная неожиданность для самой Терезы Мэй, которая сейчас оказалась в положении, когда ей либо надо срочно уходить, либо ей надо срочно придумывать какой-то отходной вариант, которого я, например, лично не вижу. Поэтому сейчас Британия, по сути, осталась без правительства. Также не исключено, что в парламенте может быть проведено голосование о недоверии Терезе Мэй. За этим политическим кризисом внимательно наблюдают и в Евросоюзе. Там не скрывают свое желание удержать Британию. Так глава Евросовета Дональд Туск написал сегодня в своем фитере. Я могу только сожалеть, что идея Брекзита не ушла вместе с Дэвидом Дэвисом и Борисом Джонсоном. Но кто знает. Конец цитаты. Тимур Саразиев, Дмитрий Волков, Максим Семин, Первый канал, Лондон.